До Мишеля Фуко вопрос об управлении, само понятие управления не было философским. Была достаточно серьезная традиция брагматизма, был Джон Стюарт Миль, но нередко в европейской, в континентальной философии эти вопросы о том, каким образом происходит управляемое действие, как лучше управлять, часто представляли собою аксессуар к большим категориальным систематическим построениям или попыткам их развенчать. И, наверное, Фуко принадлежит преимущество и достоинство. Он превращает вопрос об управлении, понятие управления, в основополагающую категорию того, что затем оказывается возможным разрабатывать в наиболее сублимированной, в наиболее тонкой и критической интеллектуальной форме. Управление, вопрос о том, как управлять, как нами управляют, как мы управляем сами собой, является, очевидно, не настолько банальным, чтобы можно было бы сразу перебрасывать мост к европейской метафизике и бросаться в атаку. Фуко поступает достаточно элегантно. Он берёт корпус текстов, дискуссий, документов, трактатов, совершенно неизвестных и не ставших достоянием европейской интеллектуальной традиции, если угодно, серой литературы XV-XVII веков. И на этом материале выстраивает ту аналитическую модель, ту аналитическую концепцию или тот инструмент, касающийся управления, которое позволяет затем, сегодня нам критиковать, осмысливать, перехватывать и переопределять некоторые смыслы политического режима, некоторые смыслы организационного управления или управления собственной жизнью, которые, казалось бы, этот материал XV-XVII веков, строго говоря, никакого отношения к нему не имеет. Будучи историком, который занимался большими сюжетами мысли или философом, который всерьёз анализировал исторический материал, Фуко, конечно же, не избегает того излюбленного упражнения и главного инструмента исторической работы, как периодизация. В его представлении, которое кажется достаточно убедительным, существует или исторически можно выделить несколько форм управления, несколько эпох управления, если анализировать материалы европейской истории. И исходным в том, что касается организации власти в европейских обществах, является период суверенного правления, суверенной власти, обеспеченный монархическим режимом, монархическими аппаратами. В рамках этой модели власти не существует целого ряда параметров, которые сегодня представляются нам совершенно очевидными и естественными, поскольку мы сами принадлежим к этой платформе властных отношений, и наша субъективность ими произведена. Например, при суверенной власти совершенно отсутствует в качестве некоторого государственного, в качестве некоторого организованного интереса, интерес к благосостоянию. Собираются налоги, производится аппарат, который в свою очередь производит некоторые действия. Но, строго говоря, для средневековой власти понятие благосостояние не является в сколь-либо мере определяющим для политического взаимодействия. Для суверенной власти основа суверенной власти составляет забота о продолжении династии, о сохранности жизни и тела монарха и о целостности территории. Это целый ряд исторических переменных, которые мы сегодня также наблюдаем, мы сегодня также являемся свидетелями того, как они воспроизводятся. Например, в рамках риторик или практик сохранения целостности государственной территории, сохранения политического и конституционного строя, или в любых международных обменах и формах дипломатии и права, которые опираются на понятие государственного суверенитета. Это то, что мы наследуем из европейской эпохи суверенной власти. По мере того, как детализируются, индивидуализируются практики, ориентированные скорее не на тело, не на управление через извлечение, через изъятие и принуждение, которое характерно для суверенной власти, по мере того, как прежде всего в рамках церковных институций развиваются технологии, которые ориентированы не столько даже на детализацию и, скажем так, описательную аналитику души, сколько на её производство, по мере того, как церковь производит душу через страдания, через покаяние, через техники детальной проповеди и исповеди. В самом центре этого пространства практик, этого технологического процесса по производству души начинает формироваться иная модель отношения власти между пастырем и индивидом, который становится политической, который начинает заимствовать новая европейская бюрократия и который с XVI века приобретает характер одной из ключевых технологий, одной из опорных технологий построения государства. То есть в строгом смысле слова до XVI века, до появления профессиональной бюрократии, до перехода некоторых или до миграции некоторых церковных технологий, технологий исповеди, технологий управления душами в сферу государственного управления, не существует правительство. В XVI веке, и здесь диагностика Фуко достаточно точно совпадает с диагностикой целого ряда исследователей, которые приходят к ней независимо, начиная от Вебера и заканчивая Козеликом, происходит формирование того, что называется правительством. То есть представление и технологии, и практики, которые отодвигают королевскую власть, которые локализуют, реализуют, изолируют или секторизуют технологии суверенной власти и вводят некоторую новую форму власти, ориентированную уже не на тела, не на изъятия, не на налоги, а на души. На души, которые, конечно же, понимаются не в каком-то высоком спиритуальном смысле, а прежде всего, как некоторая сфера влечений, импульсов, мотиваций, иногда постыдных, иногда одобряемых, но так или иначе управляемых. То есть оказывается, что можно управлять индивидами, можно управлять социальными группами, поселениями, городами, деревнями и так далее, не прибегая к военной силе систематически, не совершая принуждений, насилия для того, чтобы получить что-то, например, налоги или в первую очередь налоги, но производя некоторые стимулы, некоторую притягательную форму кооперации, некоторую разновидность свободы, которые делают взаимодействие между правительством и населением, ну, скажем так, продуктивной. И вот здесь на сцену выходит очень важное понятие, очень важная категория, которая становится основной управленческой категорией, и к настоящему времени она становится все более и более важной, все более и более детализованной, все более и более плотно захваченной микротехнологиями управления. Это категория населения. То есть если в суверенной модели власти категории населения просто не существует, существует целый ряд достаточно анархически связанных между собой или не связанных вовсе социальных общностей, то по мере кристаллизации правительства, по мере того, как возникает специализированная бюрократическая структура, которая управляет общим благом, уже не связанным с насилием, с отъёмом, с экстракцией, с отъятием возникает то целое, которое является объектом управления со стороны правительства, и вместе с тем самоуправление на основе собственной мотивации, собственной свободы, движения к тому, к чему правительство людей и подталкивает, а именно к экономическому процветанию, благосостоянию, к воспроизводству жизни, то есть сохранению себя в качестве физиологических, телесных индивидов, которые работают уже не для того, чтобы что-то отдать в нужный момент в суверенную казну, а для того, чтобы производить всё больше и больше, для того, чтобы воспроизводить жизнь, собственную жизнь. И сюда же в качестве третьей переменной, наряду с благосостоянием и продолжением жизни, вписывается крайне важная переменная безопасности. И вот, собственно говоря, то, что описывает Фуко, отправляясь от текстов, в которых ещё только зарождается, ещё только начинает приобретать форму, это теория населения, это теория управления через свободу, управления населением, антисуверенная теория. Отправляясь от этих источников, Фуко показывает, каким образом и в какой мере это, казалось бы, незначительное технологическое изобретение в конечном счёте оказывается совершенно определяющим, совершенно кардинальным для нашей сегодняшней жизни. И целый пласт существующих сегодня постфукальдианских, фукальдианских, постфукальдианских исследований ориентирован как раз на то, чтобы проверить, каким образом эта модель управления населением, ориентированная на использование его свободы, на производство определённых форм свободы, то есть самомотивация населения к тому, к чему его мотивирует правительство, работает в самом разном, в самом большом разнообразии контекстов, начиная, например, от управления культурой, от неолиберального менеджмента культуры и заканчивая тем, каким образом строится сегодня, например, семейная жизнь или сексуальная жизнь, исторически крайне подвижная и совершенно точно меняющаяся на протяжении XX века, переведённая из сферы нерегулируемого, того, что не подвергается публичному нормированию, но запрещается в своих крайних проявлениях и эксцессах, к побудительной модели сексуальности, когда сегодняшний подросток или взрослый попадает не в систему запретов, не в систему исключения, скажем так, опасных форм сексуальности, а скорее в систему побуждения к тем формам сексуальности, которые он сам находит наиболее приятными и приемными. Субтитры создавал DimaTorzok